Одесса, она остается очень инертным городом, моментально просто синхронно по ту сторону, в которую, скажем, станут по сторону победителя. Я не хочу обижать другие города, не дай бог, Славянск, я уверена, что уже есть своя история, вы не понимаете, что в Одессе, людей готовых умирать за этот город, очень много нет. Идет избирательная кампания в городе, как она ее делает? Что-то поменялось? Грязно, как никогда. Тот же Дубовой участвовал в избирательной команде, по одному округу в Одесской области, центром которого является Измаил. Там одна ситуация, то есть он сам баллотирует за депутат, его брат баллотирует за депутат. Это замечательная такая гидра с 40 братьями и племянниками. То есть, опять же, киевские журналисты расследовали инцидент с бронетанковыми заводами. Достаточно просто этот эпизод посмотреть. Ну, он сколько угодно раз может говорить, что он к этому не имеет отношения, и то, что его родственники проявляли интерес к этому, он всегда это. Ну, это страшный человек, это на нем пока что держится все зло. Если отделить футкивалов, это суды, Дубовой, это УБО, это очень большая сила, которая может щемить в душе бизнес побольше, чем прокуратуральный суд. Если бы в тот же Евромейдан разбить на три части, то есть совершенно не могут идти общий язык по ключевым вопросам. Но, тем не менее, каждая из этих частей занимается необходимой локтёрской льготой. У нас огромное количество раненых в госпитале. И я никогда не думаю, что здесь столько больше проделюсь. То есть, ну, ты для себя взяла какие-то приятные открытия, да, за это время? Я уже просто, это для меня уже реальность. Одесса, она остается очень инертным городом. То есть, есть, ну, треть граждан, которые моментально просто синхронно попут в ту сторону, в которую, скажем, станут в ту сторону победителя. Почему? Потому что у нас есть свой такой местечковый патриотизм. В том смысле, что хорошо там, где одно место в тепле. То есть, ну, к этим людям вообще, мне кажется, бессмысленно апеллировать. Не нужно их спрашивать. Нужно просто все, что требуется, чтобы они просто не мешали. Есть агрессивные, там, мне кажется, 15-20%, которые вот просто ждут абсолютно уверенные, что никак так не получится. Только с другими флагмами. Ты не представляешь, что такое Марков? Это единственный политик, у которого был портрет Путина в кабинете. Что такое партия Родина, там, когда в открытую, там, в его телеканал, я считаю, что это самый крутой показатель, когда они говорили о том, что они не берут на работу тех, кто не испорчен, берут тех, кто не испорчен украинизацией. Откровенная ненависть ко всему украинскому. Вот так, как они старались, и как у них ничего не получилось, это не может не работать. То есть, там, действующий депутат Уберсовета, пока что от той же партии Родина, ближайший с Аркадем Парково, возглавляет какой-то батальон в ЛНР или ДНР. Извращение интересного. Сват, по-моему, батальон. И оттуда записывает видео, что вы там все еще сидите, вы там гончаренки, там, ну, и перечисляет тех людей, которые у сепаратистов принято считать в новом трагедии 2 мая, вот мы скоро вернемся, и, конечно же, что люди нормальные, которые не хотят просто войны, и те, которые агрессивно готовы эти попытки пресекать малейшие. Естественно, что, ну, эти сигналы невозможно не рассматривать сегодня. Я понимаю, что если милиция четко настроена каким-то одним образом, очень сложно будет этому противостоять, если плюс еще к нам какие-то люди ворвутся, даже пусть это будет нерегулярная армия, там, с ней все понятно. Ну, еще и плюс будет, те, кто даже на охренний порядок, они будут четко в любой стране, я не знаю. Готов ли город защищать, зависит от примера тех, от кого мы защищаемся, поэтому то, что мы в демонстрируем постоянно готовы защищаться, я надеюсь, что заставит задуматься. Ну, я уже как-то писала о том, что я не представляю, как здесь можно ходить, адаптаться просто по... Мы же не будем ходить там памятники архитектуры, да, даже не получится делать только в испальных районах и так далее. Я не хочу обижать других городов, не дай бог, там, Славянск, я уверена, что уже есть своя история, там, вы не понимаете, что такое Деса. То есть мы можем уменьшать там по поводу разных многих вещей, но именно Одесситы сами остановили очень многие застройки. Мы не можем их остановить, когда мы утром просыпаемся, и там что-то выросло. Вот тогда сложновато. Но когда это на наших глазах начинается, возле дома стены, как бы, была какая-то фигня, место, куда приходят люди со всего мира, то, естественно, что у нас это... Вышли люди, которые совершенно... Которые сейчас, само собой, везде выходят. Это был первый раз, когда все вышли. Просто потому что это свинство, это наглость. Если это не будет так, что мы проснемся, да, и обнаружим, что мы просто... Есть какие-то люди, которые обязаны подчиняться, и, может быть, дают возможность, да, какой-то коридорчик так быстренько, какого-то есть. Иначе я себе это не представляю. Потому что людей, готовых умирать за этот город, почему-то не просто. Вот эти люди, которые на протяжении многих лет влияли на процессы в городе, на бизнесовые процессы, на политические процессы. В городе. В городе, в области, там, да? А не в Украине во всей? Да, 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 в Украине, которая, ну, которая влияет на назначение в регионе и так дальше. Вот поменялся президент не так давно, да, и, вообще, много чего вроде бы поменялось. Потеряли ли эти люди влияние, или, может быть, они его усилили? Может быть, появились новые игроки, да, кто-то стал слабее, кто-то стал сильнее, вот. И, вот, вот, идут выборы скоро, вот, а это, понимаешь, эти люди сейчас идут себе, поможи и так. При отсутствии конкуренции вообще какой-либо? Конкуренция отсутствует, вот, и про отсутствие конкуренции. В этом проблема. Она же иногда искусственно отсутствует, знаешь, когда выставляются заведомо слабые кандидаты политическими лидерами. Ну, что значит выставляются, понимаешь, ну, так или иначе есть лидеры мнений. Многие люди не понимают, чем он вредит кивалу, то это вообще, там, слишком далеко, помимо, ну, тех людей, там, которые работали на заводах, которые он разорил, и то они будут помалкивать, потому что, ну, как террорист, понимаешь, ворвались в твой дом, что ты будешь, как ты будешь противостоять, просто ворвались, продали все, все, что там было, там, огромный, ты не поверишь, что там был завод. Тоже скоро разорить завод, выкинуть все нафиг, продать. И что там теперь? Да ничего, сдаются помещения. Собственно, все, что хотел, получил то же самое Кауфман. Они, кстати, очень было смешно наблюдать, как они сошлись, я такое двойство получил. Дубой мочил Кауфмана через УБОП, требовал обыски везде, где только можно. И УБОП писал, что Кауфман, ему вирно мая стосунок был конвертационный центр, в центре, наконец-то можно было почитать эти конвертационные центры, как они называются, в общем-то вступе. Хотя он в данном случае, как жертва выступал. Кауфман – это человек с крыши Януковича, с крыши, да? Нет, человек, который контролирует по Риспольске, или по Одесске, но пассаж, ну, просто, ты будешь правы, молча. Сессия Горь-Совета с этим согласилась. И вот на нескольких упроках вот так столкнулись с тяжеловесом. Есть очень большая такая надежда, что они просто друг друга поджинают. Порошок с другом. Кивалов, он берет просто, он идет с семьей, он тебя окружает со всех сторон. То есть там юридическая задача, клиника студенческая. Студентом вот недавно приехал в Академию, ну, вот, и у вас адвокат Обама. Да. Ну, такое впечатление, что им как-то вообще грозит, каким-то образом приблизиться к ее системе уровня в обучении. А, про Матвейчука я сказал. Это человек, который изобрел так называемый народный бюджет. Именно в Одессе он появился. Он даже был народным медосмотром. На эту почту шутили. Народный гинеколог должен быть виноватом. То есть, ничего не напоминает. Я видел когда-то борды про народный бюджет Матвейчука. Это вообще что? Это значит, что люди, которые, там, сельсоветы, то, что касается области, да, они зависят от распределения средств, которые расписаны в этом бюджете. Ну, это просто обман. То есть, просто мы записываем какую-то программу, якобы, которую мы должны выполнить. Естественно, что никто эти средства не контролирует, как и раньше. Просто это декларация на мере. То есть, начали вроде спасать Куяльник, начали спасать там музей военно-морского флота. Все в процессе, все вот. Очень хочу все сделать. Сейчас, во время предвыборной компании, он говорит в тонкий язык, на проект. Я читал сейчас с ним на прошлой неделе или на позапрошлой в газете 2000. Вот такого вот, разумеется, простыня такая Кивалова. Когда это было? Ну, недели две назад. Как две недели назад ты читал или две недели назад вышла статья? Мне кажется, мне туда просто ссылку прислали, я вот не знаю. Может, в феврале это было? Когда он писал про особые ставки? Да, да, да. Это старое, да? Нет, это было в феврале. Ты что ж? О, а я думаю, начиная смелелка. Нет, он поводит машинира, все время говорит об единстве. Не важно, о чем он... Я вижу, что у него борды на синий-желтом фоне. Да, что там борды? У него три канала. Весь город смотрит вообще травец. Кстати, смотри, на счет каналов, у вас же в городе очень много кабельных каналов, там какое-то дикое количество, и они все принадлежат таким людям, которые, ну, какого-то называют. Да. Что у вас журналисты, кого идут? Беда. Беда, беда вообще. У нас есть два канала, которые очень стараются, я бы так сказать. Я очень этим людям благодарна. И это более-менее, ну, такие честные новости, но один из них принял такую политику. Ну, скажем так, для меня журналист не журналист, если он хвалит милицию. Если он просто явно не видит нарушения, скажем, боится ругать, скорее, не хвалит. И вот просто не видит. Чтобы ты понимаешь, Кивалов, в принципе, он не привязан никогда к каким-то политическим. Его называют сепаратистом, я с этим категорически не согласна. Мне кажется, что он вообще приватный. Ну, такие люди они тоже очень опасны, потому что тогда он писал о самоопределении, да, в детской области. Сейчас он говорит о мире единстве, то есть это не менее опасный человек. Ну, нужно просто видеть, давать себе что-то. Тоже сложный в этом абсолютно. Человек, который то, на чем строится справедливое государство, да, справедливый суд. Почему я занимаюсь судебной журналистикой? Потому что это единственный вид власти, который можно проконтролировать из людей. Просто сидишь на твоих глазах, ты видишь, что белое залезывает черное, и все. И ты можешь показать это людям. Потому что в кабинете у чиновника мне не позволят сидеть, там нет такого понятия, как открытый процесс. Когда там что-то подписываться, да. Все судьи, которые с 2006 года, по крайней мере, в Одессе, в Одесской области, все, потому что они зависимы, потому что они обязаны назначением ему или его окружениям. То же самое касается в шеф-свет юстиции, поликазонной комиссии. Поэтому не надо нас от себя отделять. У нас это тоже всех касается. Скорб, парламентский комитет по вопросам-опросу. Ты представляешь, какие вообще возможности получили? Ну, пока этот человек имеет какое-то влияние на судебу, ничего не выйдет абсолютно. Потому что где защищался Порошенко? Махницкий, свободовец, казалось бы, да, как они себя вглубили. Приехал сюда, причем не просто там... Меня поражают люди, которые не получают из руки вала награда, а и вручают ему награды. Это вообще... А Махницкий не получал. Сотый левел. Я не помню, кто там, кому вручал, но... Махницкий не мог. Все-таки, да. Ну, то есть, можешь себе представить, да, вообще, насколько человек... Для меня, прежде всего, важно лицемерие. Потому что, ну, когда человек ведет себя не как юрист, а называет себя юристом, ну, все остальное это уже последствия. Потому что я сама на своей... вот, на тех делах, которые я расследовала, я видела, как он просто переворачивает все с ног на голову. Отпускают невиновного человека, он пишет запрос, нужно наказать судью. Секундочку. Человек открыто декларирует свое влияние, да. Судей сразу, естественно, перепуганит. Человек не винует, есть материалы дела. В итоге все нормально, мы его убили. Но называть неосужденного человека, там, скажем, в данном случае наркодилером, не может председатель парламентского комитета по вопросам правосудия. Элементарные вещи. Нет такой осознанности, что вот это зло, которое не дает нам продвинуться в вопросе, честное вопрос. Ее нет. То есть, ну, может, там, максимум к нему раздражение какое-то, там, схождение. В свой все-таки, да, брусчат, брусчат, что там сделано в фунтане. Ну, там, целый район, да, вот, если приезжаешь, там уже все близлежащие все кварталы, они живут в откивалов, все на это. При том, что, ну, они вот сейчас тоже, когда говорят о мире, постоянно упирают, в каждом сюжете синхрон студенты западной Украины обязательно. Ну, вот Манишев, видите, их же не смущает. При том, что эти люди, они просто учатся. Ну, понятное дело, когда тебя со всех сторон обхаживают, когда у тебя красивые истории, читают, когда-то там безможны заниматься спортом параллельно, чтобы не щемили. Еще, когда адвокат и мама приезжают, то, естественно, ты чувствуешь себя областным. Это симпатия, которая на чем-то просыпается. Ну, 20-летний человек еще не способен отказаться вот от каких-то там личного какого-то, потому что я должен. Это вредит моей стране. Ну, пока вот, не знаю, может, придется еще потерпеть пять лет. Не знаю. Как нам построить, как нам начать жить по-новому отношению? Ты знаешь, что нужно делать для того, чтобы все-таки, чтобы вот все, что происходит в последние полгода, чтобы это все было не зря. А что нам нужно все-таки делать? Или, вернее, как? Какой нам нужен предохранитель, чтобы все это было не просто так? Ответственность на себя брать. Персонально. Не проходить мимо горя чужого. Понимать, что все в наших руках, что только от нас все зависит. Я совершенно не стыжусь, что у нас это бесконечно так или иначе раз в 10 лет подходит к необходимости нового Майдана. Я считаю, что в целом хорошие, свободолюбивые люди, которые заслуживают справедливого общества, которое может быть только тогда, когда мы берем на себя ответственность. Чем патриотизм отличается вот от силы этой фигни, когда государство для меня ничего не сделало. Сейчас мы четко делимся на тех людей, которые согласны, которые понимают, что это подзыва помощь, которые все делают, ничего не ждут. Просто пришло время, когда не может быть никаких любителей, потому что завтра может не быть. И когда это офигенное время, когда не нужно играть. Ну, просто нет смысла. Поэтому, ну, в то же время, времени очень мало. То есть нужно понимать, что для всего свои сроки. Свои сроки для того, чтобы вывести срочно людей, которые ранены, у них остались там около сколько времени. И свои сроки для реформы. А когда это все вместе, ну... А это же сейчас время возможностей, по твоему мнению, или нет? Так это самое крутое время. Я очень рада и счастлива, что живу в Павле. Потому что я в жизни, поверьте, я очень-очень, я не доучилась нигде. Ну, у меня была там Наталья в школе, но это такое, просто она эдюзиазма, она на какие-то способности. А сейчас я несусь на бешеной скорости, не могу остановиться, потому что я уже не могу иначе. Вот. Я не знаю, в какой момент я пойму, что это закончилось, что я удобно перезал. Но то, что я вижу вокруг, и насколько много хороших людей, и сколько их людей хороших, уже нет. По крайней мере, вопросы смысла жизни точно должны уже исчезнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!